То есть, то, что мы думаем, риск — удел, который Аллах нам даёт, мы не должны ограничиваться только тем, что риск — это только, например, машина, хороший дом, одежда, что-то в этом роде, что-то бытовое, просторный дом или какая-то мебель. Нет. Нет. Наш самм, который нам Аллах дослыл, слух нам, мы слышим сейчас, это риск от Аллаха. Наше зрение, которое мы видим, это риск Аллаха. Мы не задумываемся об этом. Это риск от Аллаха. Язык, которым мы говорим, это риск от Аллаха. Поэтому Ибраим ибн Адхам один раз пришёл к одному мужчине. Один раз пришёл и увидел одного человека, Ибраим ибн Адхам. Один мужчина ходит среди людей и жалуется. У меня мало удела, я бедный, у меня много долгов. Ибраим ибн Адхам нету денег, мало риска. Он говорит, да. Хорошо, говорит, я тебе дам сто тысяч динаров, золотых динаров взамен твоего зрения. Куплю тебе зрение. Глаз хочу вырвать и купить. За сто тысяч динаров. Согласишь ли ты? Он говорит, нет. Хорошо, отрежу тебе язык, куплю тебе язык за сто тысяч динаров. Он говорит, нет, говорит. И он говорит, если ты дам 100 динаров на то, что ты не дам или вырвать лисан для того, что ты не дам сто тысяч динаров. Ты мне дам за язык или за мои глаза, я тебе не продам. Он говорит, Ибраим ибн Адхам субханаллах, Ибраим ибн Адхам субханаллах, арака там лук мияд ал алаф мин дарафим вода нанейра и тачтаки ан Аллах лам юрзуку. Я вижу, у тебя сотни тысяч динаров у тебя уже есть. Аллах тебе дал этот риск и ты ходишь жалуешься, что Аллах тебе риск не дал. Как тебе не стыдно? Поэтому, субханаллах, и братья, сколько людей есть, субханаллах, может быть, дворцы, дома, машины продает ради того, чтобы сделать какую-то операцию по улучшению слуха. Субханаллах, продает свое имущество, чтобы сделать операцию на зрение. сколько людей не видел, сколько людей не слышат, не могут говорить. Аллах, нам с вами дал это. Это риск от Аллаха тоже. Поэтому риск удел, это не только какое-то имущество или то, что мы машина или дом. Вот эти арзак, который Аллах, субханаллах, нам дал. Как говорят ученые, это не только деньги перед тобой, которые лежат, это риск. Риск, то, что мы не задумываемся и забываем, я сам себе говорю, забываем, благодарить за это Аллаха, субханаллах. И имам الذхб в сире Ислам Небела, имам الذхб в сире Ислам Небела, приводит такой историей с Абе Килааба. Абе Килааба, рахмаллах, канамин кабар муфасин. Абе Килааба был великим муфасиром. Ученым в области тفسира. Вамин таламиды ибн Абаса, рада Аллаху, анну. И он из учеников ибн Абаса, сахаба. Кал, когда он уже постарел, уже стал уже стариком больным, он уже отдалился от общества, поставил себе хайму, некую палатку в пустыне и там жил один. И пришел к нему один человек в эту палатку и он там один. У него нету семьи, нету детей, нету еды, нету какого-то богатства, денег, какой-то мебели. Но он великим муфасир. И тогда пришел к нему он сидел на земле подобно мискину нуждающимся. Но несмотря на все это, и когда он сидел в таком, то есть нуждающемся виде, он сказал, я слышу, я слышу, всегда ты произносишь аят в Коране, который меня сотворил и возвысил меня над многими и дал мне более того, что дал остальным. И тогда удивился бы, что Аллах тебе дал больше, чем у остальных. То есть вижу, в каком ты положении, нищий, то есть ничего у тебя нету. у тебя нету денег, нету детей, нету еды. Что он тебе дал? Чем он тебе лучше сделал у остальных? Что он тебе дал больше, чем у остальных? Я не вижу, чтобы у тебя в руках что-то есть из чего-то, из риска. Тогда Абу Кулаба сказал, послушай, не дал ли Аллах мне слух? Я слышу азан, призыв к молитве. Слышу, как люди говорят, наслаждаясь этим. Он говорит, да. Сколько из рабов Аллаха глухие не слышат? Казир, много. Казир, это риск. Аллах, алхамду лиллях, потому что Аллах дал мне риск в качестве слуха. Многим Аллах не дал слух, Аллах мне дал и возвысил меня этим. Есть ли из рабов Аллаха сумасшедшие? У меня есть разум. Говорит, да. Это риск Ахмаду Аллаху это риск, разум, который Аллах дал, а кому ты это не дал. За это я его благодарю. Говорит, благодарю тебя за много то, что ты мне дал, то, что не дал ты остальным. Сколько из рабов Аллаха субхану ва-та'аля, из людей, которые не познали истину, не читают Кур'ан, не призывают к Аллаху, субхану ва-та'аля. А я призываю к Аллаху, понимаю Кур'ан, читаю Кур'ан, говорит Кафир, говорит много, Ахмаду лилляху, фа-ахмаду Аллаху та'аля, анна фаддалене ва-разақа лилсанан ва-хараму ва-хараму минум. То есть, благодарю Аллаха, который дал мне язык, дал мне акль, дал мне зрение, дал мне слух, дал мне знание, а многим Аллах этого не дал. То есть, не только в деньгах, не в этом риск, а в риск, в том, что Аллах нам дал вот эти вот вещи, уважаемые, дорогие братья мои. Также мы должны знать то, что... То есть, должны понимать, чтобы Аллах, субхану ва-та'аля, сколько бы нам не давал, какой бы удел не давал, не только в деньгах, аль-хамду л'ля, семья, дети, покорные супруга, родственники, аль-хамду л'ля, то, что мы в мече сегодня пришли, риск от Аллаха, хидаят, много-много, Аллах, субхану ва-та'аля, нам дал. Мы должны отдельно задумываться об этом и благодарить Аллаху, субхану ва-та'аля. И тогда Всевышний сказал, если вы будете благодарны мне, я вам еще больше дам.